Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Следж-хоккей или хоккей на санях – аналог известной игры шайбы для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта придумали шведы в 60-х годах прошлого века. В 1969-м в Стокгольме появилась первая следж-хоккейная лига из пяти команд. В Самаре эта игра появилась только в этом году. Как это было, мастеру спорта расскажут игрок команды сборной Самарской области Игорь Рыжейников и его дочь Мария. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и, естественно, первый вопрос. Как так случилось, что следж-хоккей появился наконец-то и в Самаре спустя с лишним полвека? Ну, на самом деле, это было неизвестно. Мы даже не знали о таком виде спорта. Получилось случайно, что я ездил на протезированную Москву и на Красной площади 3 декабря. Там день инвалида был и устраивали большой праздник. Это какой год? 2007 год. И мы увидели там хоккейную колду и спросили, для чего. Они говорят, здесь будет играть в хоккей, ребята с ограниченными возможностями. Мы говорим, каким образом? Мы сказали, есть такие сани, нам прям показали. Сани показали клюшки, играла сборная Германии какая-то там команда. И наши ребята из Чечни, наши продули с большим счетом, это понятно. И после этого зародилась идея, как это можно все организовать. Но понятия не было, не было понимания, как выйти, что нужно для этого делать, как это нужно делать. Ну, и никто не мог подсказать. И в конце концов, вот в 2014 году, совершенно случайно, мы увидели объявление ВКонтакте, что будет проводиться товарищеский матч для популяризации слэш-хоккея в Тольятти. Будет играть две команды, это Удмуртия и Ястреба Саренбурга. Мы, естественно, поехали туда, на этот матч посмотреть. Доступ свободный был, естественно. Посмотрели, как ребята играют. Нас познакомили с Виктором Николаевичем Кузнецом. Он возглавляет, по-моему, параллельпийский комитет в Удмуртии или вице-президентом. Точно сейчас не могу сказать. И он нас пригласил, сказал, что покажет, расскажет, вы приведете несколько дней тренировок в Удмуртию, к нему туда на сборы. Как раз приезжали все команды. На то время, по-моему, было шесть или семь команд всего. Мы собрались. А сколько первая командировка? Пять человек. Мы поехали на двух машинах за свои деньги, поехали туда. Там заплатили за проживание. Накормили они нас и налет выпустили бесплатно. Вот так вот. Мы три дня полностью со сборной Удмуртии. Мы протренировались в спортзал, бассейн, тренировка. Две тренировки в день было. Нам очень понравилось. Естественно, нагрузки очень серьезные были. Тяжело потом было, мышцы болели. И он рассказал, как нужно все это делать. Куда обращаться, вроде. Он сказал, поможет всем, чем может. Приехав в Самару, опять мы задумались, каким образом, как выйти на министерство, на кого-то, чтобы все-таки организовать здесь. Лебеди Валёна, есть такая директор общества «Мой мир». Написали проекты по слэш-хоккею. Она меня поддержила в этом. Написали два проекта. Выиграли один проект у департамента спорта и один у Лукойла. И решили на эти деньги, 500 тысяч, которые выиграли, купить сани. Купили в результате 6 саней на одну пятерку. И проект так назывался. «Великолепные пятерки и вратарь». Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Осталось дело за малым. Клюшки купили тоже, но шипов не хватало. Но самое главное, нам нужен был лед, естественно, чтобы научиться кататься на этих санях. Льда нам не представляли около года почти. Но в конце концов, министерство спорта все-таки вошло в наше положение. Не то, что сжалилось, да? Да. Ну, не то, что сжалилось. Может, у них какие-то там свои были проблемы непонятные. Потому что мы в конце 2015 года на 2016 нас просили подать данные о нас, что нас включит в бюджет, я понимаю. Но там в результате каких-то этих что-то не так, не срослось. Но тем не менее, я благодарю министерство спорта, что нам все-таки выделили лед, и мы можем кататься. Существует одна проблема. Все люди с инвалидностью, будем говорить так, они все сидят дома, они работают, да. Но физическая подготовка оставляет желать лучшего. И поэтому нам нужен спортзал. А спортзал у нас сейчас нет. Это нужно начинать с трех тренировок, как говорили тренера Удмуртии, и потом доварить пять тренировок в неделю. В спортзале? В спортзале, именно в спортзале. А льда сколько надо в неделю? Ну, сначала тоже с трех тренировок надо начинать. Русский играет в хоккей. Сейчас у вас какая ситуация? Сколько спортзала и сколько льда? Спортзала вообще нету, потому что нам не могут его предоставить. Ну, не знаю, по каким причинам. Льда пока два в салюте. Мы тренируемся понедельник-среда, 13.15, 14.30. Нам дают вот это время. Обещал Рузов Станислав Юрьевич, что нам дадут третий час. Президент Федерации хоккея по Самарской области. Он готов нам оказывать помощь, но у нас не было экипировки, поэтому не то что пустую, просто она отсрочилась. Мы опять же встретились с ним, он сказал, готов помочь нам с экипировкой. Услышав киста, все то же самое, как в настоящем хоккее. И игра, в принципе, такая же, такие же скорости, но может быть чуть поменьше. За исключением того, что у нас две клюшки с шипами, и вместо коньков мы используем сани, которые стоят на двух полозьях коньков. А экипировка? Экипировка полностью, шлем, краги, трусы, потом щитки, нагрудник, налокотники. Все это присутствует, естественно, там и защита шеи, и остального. Ну вот вы уже, значит, обещали экипировкой вас в Федерации обеспечить? Правильно я понял? Да, сколько смогут, столько обеспечат, да. А вам сколько нужно? На данный момент мы, нас приглашали на товарищеский матч с Финляндии, не товарищеский матч, я не знаю, как это, с Финляндии играла Лада, КХЛ, Втольятти. И мы ездили туда, нам подарили там футболки, кепочки, мы вышли на лед на санях, нас проэкламировали по стадиону, говорили, сказали, что нам нуждаемся в помощи, любой. Я вот отступлюсь, так нам один товарищ перечислил из фанатов тысячи рублей. Мы это все отразили в ВКонтакте, в группе, что перечислил, мы их когда потратим эти деньги на что-то, мы это обязательно отразим, на что мы их потратили. А где же меценат? Сколько прошло времени после этого матча, кстати? Ну, уже недели три, наверное. И один фанат хоккея тысячи рублей. Один фанат хоккея, ну, тоже молодец. Меценатов пока нет, спонсоров нету, да. У нас даже вот сейчас, мы катаемся попеременно, задействовала только трое саней, потому что у нас не хватило грантовских денег на покупку шипов. Шипы стоят, комплект, 6900. Вот такие маленькие железячки, да, 6900. А их можно своими силами? Какая-то мастерская может, там, я не знаю, может, слесарные сделать? Говорят, это канадские шипы, на самом деле. Они говорят, особый, да, особый там сплав какой-то. Мы планируем написать письмо на наш прогресс-завод. Все-таки там космические технологии, я думаю, они смогут разобраться и помочь нам. Ну, там, кусочек от шлюзажа ракеты, которая не улетела, может быть, сделать эти шипы. Ну, таким образом. В сражениях золото и кубки добывало. Великолепная пятерка и врата. С уроном бой ведет ледовая дружина. Мы верим в ужас в отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Спасибо. Трус не играет в хоккей. Это был Следж Хоккей на телеканале Самары ГИС в программе Мастер Спорта. Я, Сергей Кизуркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08. Или раньше на спортивных площадках ГорДС. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!